Идем к Дентесту, дочка говорит, идите, забавляйтесь. Если прошлый год смотрели, знайте, что у нас за новость была. Идем к Дентесту, у Бека один зубчик растет, за зубом зуб растет, но этот зуб не двигается, то есть не шевелится. Крепко-крепко стоит, а сзади еще один зуб растет. Хорошо объяснила. Позвонила, говорят, приходите, посмотрим, что можно сделать. Доктор должен посмотреть. Сейчас пойдем посмотрим, что доктор скажет. Так и будет. Вот такие мы послушные. Боимся Дентестов. Спасибо. Ух. Удаляемся к Дентесту. Дентесту. Ух. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Почти доехали Кстати, находимся в Норд-Голливуде Норд-Холливуд Если можете сказать Можете так сказать А если нет, Голливуд или Холливуд? Норд-Холливуд Если найдем стоянку в этой плазе Обычно крутимся, вертимся Стоянку не находим Дайте нам дорогу, добрые люди Спасибо Дали дорогу, добрые люди Дорогу дали, а стоянки Для нашей громадной машины Вряд ли найдем Окей, почти выпускаемся Увидим, что будет дальше Ты сюда войдешь, Арам? Нет Машина даже критикует Он не боится дентиса Пока в руках дентиса Он себя уверенно чувствует Ничего такого не было Это inclusive Голливуд Спасибо Универ limiting И не будет Я могу Он не боится, говорю, я боюсь. Сейчас крем какой-нибудь, какой-то намажут. Наверное, Тамрель Вонца, ну, в общем, не почувствует, как зубик упадет. Удалили, то, что двигался, это удалили, но шевелился. Что ты? Сейчас что-то, Рак, Али. Лавес? Угу. Ханин, Ханин, это нормально. Лезовь моя Аля. Я хочу поговорить. Когда я продолжала кронки, когда я делала эти вещи, и кронки я хотела говорить. Хорошо, это нормально. Он хотел разговаривать, но у него в арту что-то было, и он не мог. Это ему травму дало. Все. Но этот зуб, который шевелился, он тоже мог удалить. Я думала, я боялась, что они попробуют зуб, который не шевелится, это попробуют вытащить. Сказал, сразу два зубчика растет у него. Один за тем, что шевелится, а другой, ну знаете, уже поняли. Будем ждать пока, говорит, языком он, наверное, будет играть как бы. И выдвинет зубы на свои места. Я беспокоюсь, что этот зуб там сзади останется, в заднем плане. Но сказал, нет, не беспокойтесь, все будет хорошо, все будет хорошо. Видишь, а ты беспокоился. Я паниковала. Решили пойти в магазин, этому мальчику купить мороженое, что-нибудь хорошее, неполезное. Может быть, конфеты, если захочет. Потому что, когда удаляют зуб, дети хотят быть счастливыми. Пойдем осчастливым нашего мальчика, маленький шоппинг сделаю в нашем Трэдер Джозе. Я сейчас думала, я два года не была в этом маркете. Да? Два года в нашем Трэдер Джозе я не была, потому что были очереди километровые. И усиленный масочный режим, который возвращается, как выяснилось, в эту субботу, послезавтра или завтра. И Суренчур, а какой день сегодня? Не знаю. Или в пятнице, или в фрайдэй? Где написано у нас? Подождите. Кинэджан, это какой год? Фрайдэй? Да. Сегодня у нас пятница. Завтра возвращаемся в нацистко-фашистка, бессмысленно идиотский, принудительный, масочный режим. А почему? Я не знаю, потому что телевизор не смотрю. Как тут анекдот говорит Джон с Джимом, или, не знаю, ПО с Петросом, или Ваня с Петром стоят, разговаривают. Говорят, что это все болеют, что-то происходит в этом мире, болеют, это случается, то случается, вакцинируют, или не знаю, что делают. Говорят, а я не знаю, я телевизор не смотрю. Да, из этой серии. Телевизор не смотрим, не знаем, пришла к нам вторая волна, третья волна, или модный вирус. Что это вирусы? Говорят, дельта, индийский вирус, очень такой популярный. Мама говорила. Я не знаю, я на себе ничего не чувствую. Воздух был такой, как есть. Люди как есть. Ничего по ним. То есть, нужно посмотреть, это сильнее, чем китайский. Китайский должен очень много хлеб сыром покушать, чтобы этого индийского дельта догнать. В общем, ничего не знаем, знать не хотим. Будем жить в своем тихом, мирном, светлом мире. И вам передадим, сколько света и мира, сколько сможем. Вы только держитесь, потому что мы держимся. Вот смотрите, держимся. Пойдем что-нибудь хорошее, вкусное, сладкое, не очень сладкое, кислое, острое купим. Пойдем домой. А вечером уже, когда солнце уйдет к своей мамочке, мы начнем нашу операцию, продолжаем убираться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Доехали, выпускаемся. Премьера в магазине после двухлетнего отсутствия. Достанис. Наверное, последний раз сюда прихожу. Не знаю, сколько будет длиться второй режим. Я не понимаю, куда я буду. 3D-джосера. О, да. Не понимаю, куда мы идем, говорит. Даже ребенок забыл, что за магазин. Он, кажется, себе коляску нашел. Давно здесь не сидел. Вообще, давно мы троем в магазин не ходили. Мы на Славу пошапились. Мэк хорошо по магазину бежал, шапился. Камеру с собой не взяли. Мужу говорю, впервые жалею, что магазин не взяли камеру. Или даже телефоном не засняли. Он телефон дома забыл. А мой не так удачно снимать. Что-то с моим неладно. Anyway. Но хороший шаппинг сделали. Сейчас арома осторожно. Я даже цветы захотела купить. Окей, я сяду. И мороженое купили. Дегустация будет. Держитесь, держитесь. Нужно вовремя домой доехать, чтобы все не растаяло. Все, хорошенько закупилось. Продавщицу. Не продавщицу. Человек работает в магазине. Говорит, о, вы как хорошо закупились. Говорит, я здесь два года не была. И кажется, еще на два года не вернусь. Говорит, почему? Говорит, если баски возвращаются, у вас будут очереди. Потом лимит. Сколько людей может войти в магазин? У меня нерв столько нету. Километровых нервов у меня точно нету. И так она загрустила. Говорит, да. Я вот дабы вакцинировалась. Дочка в госпитале работает. Говорит. И она говорит, все поступившие больные, все вакцинированные. Мне так досадно, говорит. В общем, пусть встают на ноги все люди, которые завакцинировались, чтобы спастись от вируса. И пусть требуют свои права. В общем, закрываю тему временно. Я не могу. Иногда женщину жалко стало. Все говорят, поступившие дабы вакцинированы. Вот идите, думайте. Все равно приходится пойти подумать. Как идем, думаем, думаем. Никак не додумаемся. Я человека знаю, который дабы завакцинировался. Очень гордо выставил. Выставил я гордый вакцинированный. Дабы завтра сжигаю свою маску. Сейчас хочу ему послание послать. Ты маску зря сжег. В общем, дурдом, а не мир. Нужно упрятаться в своем мире, пока с ума не сошли. Бейк, ты счастлив? И он так хорошо крутился, выбирал. Арбуз пошел взять, взял арбуз весом, его весом. То есть, не знаю, как правильно сказать. Скажем, 40 килограммовый. Ну, он не сделал. Он не 40 паунд. 20 килограмм где-то. Преувеличиваю. Но он так самоуверенно пошел, взял этот арбуз. Не может поднять. Говорит, а нам арбуз нужен? А перед тем не спрашивал, арбуз нам что-то нужно, потому что по весу легкие были. Ну, конечно, этот сильный терминатор пошел и помог ребенку. Да. Такие дела. Он вообще про зуб забыл. Зубы у меня в сумке. Если бы арка был, он бы взял этот зуб в карман, упрятал бы. Потом пошел бы домой под подушку. Пол ночи проснулся бы, проверил, если тут, это, tooth fairy, зубная фея еще доставила его принадлежности в денежном варианте. Или нет? А ему все равно. Мам, он очень похож на кого? На Лилит? По характеру. Лилит тоже была такая без... Ну, ей все равно было. Ей деньги дашь или не дашь. К деньгам у нее... Но она... Она не безразлична к деньгам. Она хорошо их может копить. Она тратит очень внимательно, что нужно. Очень хорошо считает. Знает счет к деньгам. Арнак не знает. У Арнака может быть 100 долларов, скажем, в кармане. Он пойдет в магазин и купит всем мороженое или конфеты на 100 долларов. А Лилит подумает, давай это куплю, потом это. И, может быть, на 5 долларов купит, 95 обратно принесет. Те же конфеты, которые не обязательно, да, все деньги потратить, чтобы кого-то обрадовать. А Арнак вот такой. Лилит не скажу, что я такая. Но я более-менее по сравнению мужа. Он всегда идет, покупает самый-самый. Даже цены не смотрят. А я смотрю. Смотрю, чтобы какая-то скидка была. Смотрю, чтобы сравниваю. Может быть, здесь лучше будет найти этот же товар. В общем, мы, женщины, знаем, что делаем. Это хотела сказать. И очень деликатно сказала. Вот так вот доехали домой. Я просто думаю, никак не могу забыть. Если в Вегасе тоже. У меня сердце ведь чувствовало, что-то не то будет. Мужу даже говорила, если начнется... Ну, в Калифорнии и Неваде очень симилар. Как штаты очень близки по духу. Л.A. Кауни. Л.A. Кауни только маски. Да. О, я думала, Калифорния. Да. Окей. Значит, Л.A. Кауни перейдет на всю Калифорнию. Арам. Ну, хотела сказать, если в Неваде, в Лас-Вегасе, нас, это самое, в пеночетный режим будут, как бы, усилять. Не знаю, что будет. Мы ехали туда, чтобы день рождения справить, чтобы хорошо время провести. Муж говорит, а что, если что, если-то мы притворимся туристами. Не понимаем, что творится, кто этот потерпевший, откуда пришел. Притворимся из чужой планеты какой-то. Там у нас все хорошо, прекрасная маркиза. Это, кстати. Это в моем баке. Светлопрактов. Это в баке. Он тоже. Я могу. В этом баке? Смотрите, это большой. Это в баке. Что это в баке? Коему? Это в баке. Это в баке. Он будет подниматься. Да? Это в баке. В баке. Очень рады этому все. Прямо будем праздновать сейчас. Левьян, душа, у нас дочка что-то готовит. И часа. У нас есть. Да, у нас есть. Дочка делает эти печенья с финиками. Молодец. Финиками. Молодец. Молодец. Печенье. Молодец. 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 Пусть она заканчивает. Потом мы продвинемся в свое дегустационное будущее. Молодец. 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 Продолжение следует...